Информация о пережитом вшита в генную память людей. Пройдет еще век, еще один. А помнить будем. Будем скорбеть об ушедших. Гордиться подвигом каждого солдата и мечтать о мире для себя, своих детей и тех, кто придет за нами. Небо, знаете, вообще полет это как какая-то прививка. Каждый раз, когда я поднимаюсь с неба, мне хочется возвращаться туда вновь. Я просто болен этим и вообще я не представляю своей жизнью без неба. Покрышкин – это величайший летчик Советского Союза. Им были разработаны методики ведения воздушного боя, которые, в принципе, изучаются и по сей день. Для меня пока это непостижимо. Он реализовал не только свои возможности, но и возможности, неизведанные еще машин того времени. Потому что до него так не летали, как это начал делать он. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Раньше человека научились летать птицы Именно с ними по-настоящему дружил Сашка Держал голубей, любил чисто светлых, белобоких, с белой шейкой Ценились выносливые, те, которые много часов могли находиться в воздухе Он учился у них высоте, скорости, маневру Заключительную часть своей формулы «Огонь» он напишет позже Небо завидует тем, кто еще не почувствовал, что есть небо Потому что оно ждет их Без неба взлететь невозможно Тень Юнкерса парила по пыльным деревянным улицам Блики слепили глаза мальчишек, заворженно провожающих его взглядом По иронии судьбы, именно концессия Юнкерса задержала развитие самолета строения в стране Его, по мнению советского руководства, должны были создать немецкие специалисты, работающие в стране На оплату их работы уходило почти треть средств, выделяемых на развитие авиации в СССР Шел 23-й год Сашке было всего 10 Но он точно решил, что станет летчиком Со школы удрал Побежал на аэродром Протиснулся сквозь толпу Дотронулся до крыла самолета Его поразил еще летчик Вылез такой в кожаной куртке Роговых очках Краги, перчатки такие по локоть Мальчишка сказал Я тоже буду летчиком И нет у самого сильного на земле силы отказаться от неба, если он однажды оторвался от земли Вторая мировая уже сбросила свою первую бомбу на Польшу В этот день школьники страны Советов сели за парты Всеобщее радостное возбуждение царит в стране Тушинские авиапарады, где сталинские соколы показывают свое мастерство в воздухе Становятся любимейшими праздниками советского народа Небо над страной голубое Небо единственное, чему нельзя кланяться Потому что молиться можно только взимая руки к небу А мечтать только обратив взор к небу Это абсолютно ничем не ограниченная мечта То есть достаточно желания И летчиком можно стать абсолютно в любое время Мечта Александра сбылась Он летчик Закончив с отличием Качинское авиационное училище Молодой лейтенант получил распределение в истребительный полк в Кировограде Который позже перебросят в Молдавию В Качинском Сашка летает на И-16 Франкисты прозвали этот самолет Рата Что в переводе с испанского означает крыса Республиканцы ласково называли его Моска То есть муха Наши нарекли Ишачком Видимо застроптивый характер Хороший был самолет, но не для каждого летчика Простой и в то же время очень сложный Перетяни ручку и он говорит тебе, что он сворачивается в штопор Но выходил из штопора моментально Редактор субтитров А.Семкин Утренний налет немцев 22 июня на наши аэродромы Практически уничтожил ВВС страны Бомбардировщикам в небе не хватало истребителей для прикрытия Потери росли и росли Хаос царил везде И на земле, и в небе Кто в 41-м не воевал, тот войны по-настоящему не видел Говорил потом Александр Иванович В небе Покрышкин видит незнакомый самолет в неизвестном камуфляже Он сбивает его и только потом Замечает красные звезды Всю жизнь казнил себя за этот эпизод Александр Иванович Хотя ни грамма этой вины в его действиях не было Этот самолет Су-2 еще был засекречен даже от наших летчиков На таком самолете летал Покрышкин, начинал войну Он очень нравился как самолет Потому что он его успел овладеть И для немцев это, конечно, была гроза Мик-3 был очень сложный самолет И очень тяжело давался пилотам войска Не всем летчикам удавалось его хорошо освоить Но Покрышкин как раз сумел нащупать все положительные места этого самолета Самолет действительно уникальный и хороший И впоследствии очень много работал с подчиненными им летчиками Чтобы создать на востоке страны вторую научно-исследовательскую базу по авиации Сталин лично звонил в ЦАГИ Аэрогидродинамический институт И просил ученых во главе с академиком Чеплыгиным Выехать в Новосибирск Создавать и строить новые самолеты Так стояла задача Самые современные самолеты, которые разрабатываются у нас в стране Разрабатываются именно на нашем заводе Яки Маневренные, устойчивые, управляемые Которые так нужны были фронту Выпускали на Чкаловском заводе Сначала всего три самолета в сутки Затем двадцать Без остановки В три смены Строили все От Седовласова конструктора До Безусова мальчишки Почти шестнадцать тысяч за всю войну Семь самолетов противника Сбил покрышки на таком самолете Первая звезда героя пришла с запозданием Слишком строптивым был гвардии майор авиации Зато вторая Следом через четыре месяца Он улыбается Он учил воевать так, чтобы остаться в живых Шел сорок четвертый год На груди покрышки на уже три звезды До конца войны больше никто не получит звание Трижды героя Советского Союза Ни мать, ни жена Ни он сам не знает Вернется ли прославленный летчик С очередного боевого вылета Вытирая супруге слезы Он шепчет Эх ты, а еще жена летчика Не забывай, что после вьюги Опять всегда приходит май Не забывай Своей подруги Своей любви Своей любви Не забывай Не забывай Они познакомились в сорок втором И были вместе всю оставшуюся жизнь О которой Мария Кузьминишна напишет книгу И искренне, и светлую, как она сама Медсестра батальонной санчасти Александр Иванович для нее был бог И понятно, она его обожествляет Но ее можно обожествить только за то, что это единственная жена маршала Которая написала о муже книгу Кубанское сражение в небе длилось два месяца Пригодилась новая тактика ближнего боя по Крышкере Подходить к противнику очень близко, на 50 метров После таких математически точно рассчитанных ударов в упор Мессершмитты разваливались на части Немецкие летчики входили в штопор только от одного имени героя Вот это вот знаменитый Ахтунг, Ахтунг в небе Покрышкин Вот, как это Индерлюфт там по-немецки Вот, оно действительно было И мы с летчиками говорили, что не выдумка это журналистов Нет, не выдумка, было, все подтверждают Но другой факт, что у нас это преподносилось как Внимание в воздухе Покрышкин, все разбегаетесь Ничего подобного, немцы не робко, десятка, не надо их так представлять Ахтунг, Ахтунг, это внимание Что это означало? Это означало, внимание в небе Покрышкин Второе, выйти из затяжных боев Кто там с кем-то спутался, вот выйти Значит, молодым уйти на аэродром Опытным охотникам занять высоту Ищи противника, учил Покрышки Не он тебя, а ты его должен найти Внезапность и инициатива – это победа Когда ученик комдива Гольдберг сбивает немецкого аса Тот просит показать этого летчика Утверждая, что сбить его мог только Покрышкин 30 летчиков, прошедших школу легендарного учителя Стали героями Советского Союза Покрышкин, кроме того, что он был летчик, как говорится, от Бога Он был еще хорошим инструктором Кто такой хороший инструктор? Человек, который в состоянии проанализировать Выполненный полет Докопаться до сути, понять, где твоя ошибка Принять решение и в дальнейшем все это реализовать Более того, после того, как ты это все реализовал Тебе необходимо это все донести простым, ясным, понятным языком Для других людей Причем особенность в том, что человек талантливый, летчик талантливый Не всегда может, понятно, говорить для среднего летчика И Покрышкин это получал И каждый раз при решении боевой задачи Новое, нестандартное решение Вот и тогда в Распутицу предлагает взлет с автострады Единственный случай в истории мировой авиации Когда целая истребительная авиадивизия В течение полутора месяцев Успешно действовала с участка обыкновенной автострады А немцы сбились с ног в поисках Личного секретного аэродрома героя Который так и не захотел променять небо На столичное генеральское кресло Потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, разимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки, а девушки потом Для меня это какой-то праздник Может быть тогда люди и чего-то не видели Может быть куда-то не выезжали за границу Но то, что была, наверное, какая-то справедливость Какая-то правда, за которую все люди стояли Эта правда объединяла всех И все открыто смотрели друг в друга в глаза Наверное, этого не хватает Люди должны быть умными, честными, добрыми и справедливыми Война это уже такой накал, наверное, страстей Я к войне отрицательно отношусь За несколько дней до победы Расписался Покрышкин с другом Голубевым На Рейхстаге Мы ведущий и ведомый, говорил Покрышкин Это больше, чем два друга Это две силы, слитые в одну Грозную, непреодолимую для врага Это братство, где в каждом вылете Люди поровну делят опасность смерти Где один вручает другой Пасмурное утро Мундиры промокают насквозь Может быть, иным и не могло быть то утро победы Когда парад завершился Люди начали качать Покрышкина Они были охвачены счастьем Которого следующим поколениям Уже не было дно Чем больше читаешь о войне Тем большим уважением Проникаешься к тому поколению Почему? Потому что просто немыслимо иногда Такое чувство Что немыслимо совершить такое На начало 60-х Александр Иванович Не расставался с небом Служба в войсках ПВО Была тоже на самой передовой Науки и техники Повышенной секретности Не был гибким Александр Иванович Он всегда был уверен в той правоте В основе которой была честность И принципиальная позиция Решительно перешел в ДОСААФ Зная, что должность эту Для боевого летчика Многие считали унизительной Он всегда был впереди Он всегда был на виду Он ничего не боялся Он рассказывал свою точку зрения Шел вперед Собственно говоря, это человек Который шагнул в современность ДОСААФ из подвальных сумерков Вышла И стала мощной оборонной силой страны Опыт военного летчика Талантливого тактика И серьезного аналитика Помогли превратить добровольное общество В главный резерв армии Я хочу сказать, что это умница Просто умница Спокойный, уравновешенный Немногословный Но каждое слово у него было таким Зарядным, что ли, да? Небо свысока глядит лишь на трусливых и тщедушных Ко многим оно просто равнодушно И только самым преданным и настоящим Позволяет быть выше земли и неба Редактор субтитров А.Семкин